Семья не может провозгласить себя малоимущей, пока ей не присвоят соответствующий статус региональной власти. Здесь решение зависит именно от местного управления, поскольку показатели, свидетельствующие о малообеспеченности семьи, разница по субъектам РФ. В статье «Расскажем, какие льготы на коммунальные услуги малоимущим семьям» в 2020 году рассмотрим порядок получения. Чтобы признаваться малоимущими, нужно доказать, что доход из расчета на каждого члена семьи оказывается меньше действующего уровня прожиточного минимума. Его значение утверждается в каждом регионе отдельно и увеличивается ежеквартально в связи с ростом инфляции. Учитывается также и цена на наиболее необходимые товары народного потребления, входящие в потребительскую корзину. Стоит заметить, что прожиточный минимум устанавливается индивидуально для всех категорий граждан, исходя из их потребностей в средствах для обеспечения приемлемого уровня жизни пенсионеров, детей и трудоспособных членов семьи. Кто может и кто не может получить льготы, предназначенные малоимущим семьям? Для того, чтобы претендовать на государственную поддержку, направленную на повышение уровня жизни малообеспеченных граждан, необходимо доказать наличие статуса малоимущей семьи, поскольку региональные власти обязаны в первую очередь. Помочь очень нуждающимся в дополнительных денежных средствах гражданам, испытывающим трудности, с деньгами на продукты питания, одежду, предметы обихода, обучение, отдых, жильем, с возникновением психологических проблем снижением, самооценке и отчуждением от людей из-за постоянной заботы о заработках и обеспечении себя и детей необходимыми вещами. Чтобы доказать, что семья испытывает крайнюю нужду в средствах, член такой семьи должен предъявить справки о доходах и затратах в администрацию территориального образования. Те граждане, кто статуса малообеспеченных получить не смогут, лишаются права на какие-либо льготы для малоимущих семей. Читайте также статью «Порядок получения пособий по беременности и родам для малоимущих». Список льгот для малообеспеченных семей Малообеспеченным ячейкам общества полагаются следующие виды льгот. Социальные Бесплатное предоставление медикаментов Безвозмездное посещение культурных мероприятий Определенное число раз в месяц Бесплатный проезд несовершеннолетним В возрасте до 7 лет в общественном транспорте Бесплатное питание в школьном учебном заведении Компенсация за покупку школьной и спортивной формы к началу учебного года Льготы на покупку продуктов питания Молочная кухня ребенку До 3 лет Льготы на поступление в высшее учебное заведение При наборе хотя бы минимального числа баллов на вступительных экзаменах Безвозмездная помощь юриста Ежемесячные пособия на детей до исполнения им 16 лет 18 лет при условии обучения В ВУЗе Читайте также статью Условия получения пособий на ребенка для матерей-одиночек Ежемесячные выплаты семьям, в которых воспитывается трое и более детей Выплачивается до исполнения детям 3 лет Дополнительные выплаты тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию В денежном или натуральном виде продуктами, одеждой Обувью и так далее Доплаты к пенсии, назначаемые на федеральном уровне Если суммарный доход человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону Доплаты к пенсии, назначаемые на региональном уровне Если заработки ниже прожиточного Минимумы по стране Дополнительная стипендия студентам из малообеспеченной семьи В высшем учебном заведении 2010 рублей В училище и техникуме 730 рублей Вне зависимости от успеваемости и выхода в академический отпуск Пособия На платежи за детский сад 20% среднего показателя оплаты за дошкольное учреждение на первого ребенка 50% на второго 70% на третьего Налоговые Освобождение от уплаты НДФЛ суммы социальных пособий, назначенных на региональном или федеральном уровне По оплате коммунальных услуг Пособие, рассчитанное на 6 месяцев, размер зависит от региона, площади квартиры, цен на услуги ЖКХ, доли затрат в сумме общего заработка семьи Максимум 22% от стоимости по показателям счетчиков Дополнительные льготы малообеспеченным семьям, где есть ребенок-инвалид Помимо того, что семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид, стоит первой в очереди на улучшение жилищных условий и предоставление участка земли под малоэтажное строительство или ведение личного хозяйства, государство также обеспечивает Ей скидку на оплату услуг ЖКХ в размере 50% В дополнение скидка может быть полученной на покупку угля и дров, если в доме отсутствует центральное отопление Половина стоимости отнимается из счетов на оплату услуг телефонной связи Для получения льгот нужно предъявить пенсионное удостоверение инвалида Льготы действуют бессрочно Дополнительные льготы малоимущим пенсионерам Люди пенсионного возраста также имеют право на уменьшение сумм в счетах по коммунальным платежам Для этого необходимо помимо стандартного пакета документов предоставить пенсионное удостоверение и доказательство регулярной оплаты Услуг ЖКХ Условием является то, что платежи по коммунальным услугам должны составить более 22% суммы общего дохода пенсионера или семьи, с которой проживает пенсионер Пенсионеры-врачи и преподаватели в сельской местности зачастую имеют право на 50% или даже 100% скидку при оплате услуг ЖКХ Отдельным категориям пенсионеров, например, пострадавших от радиации, участников блокады Ленинграда, члены семей погибших участников ВОВ и т.д. получат не менее чем 50% льготу при оплате коммунальных услуг Дополнительные льготы малоимущим инвалидам Процедура получения льгот инвалидами не отличается от общих правил обращения за льготами на услуги ЖКХ Единственное, придется предъявить дополнительно следующие документы Паспорт РФ Копия страницы паспорта со штампом о постоянной регистрации, либо отдельный документ, подтверждающий наличие прописки в регионе обращения за льготами Справки об установлении группы инвалидности Медицинское заключение Квитанция об оплате коммунальных услуг Инвалидам обычно не отказывают в скидках на услуги коммунальных служб Дополнительные льготы малоимущей многодетной семье Главной проблемой в данном случае является признание семьи многодетной, поскольку в каждом регионе существуют свои оценки критерия многодетности Обычно таковой признается семья, в которой воспитывается трое и более детей, но бывает, что показатель увеличивается до четырех детей В любом случае считаются как рожденные, так и усыновленные дети Многодетная семья должна действовать по следующей схеме Получить официальный статус многодетной Результатом станет получение специального удостоверения, на основании которого и будут назначаться различные льготы Написать заявление на уменьшение размеров платежей за коммунальные услуги Предъявить следующие документы Удостоверение многодетного семейства Паспорта всех членов семьи Свидетельство о рождении и усыновлении Всех детей Справку о составе семьи Квитанция об оплате коммунальных услуг И справку об отсутствии Задолженности Дожидаться решения соцзащиты населения и ЖЭК Если семья признана малоимущей, стоит приложить соответствующую справку, так как это повысит шансы на одобрение просьбы о льготах Читайте также статью Порядок и сроки начисления выплат за четвертого ребенка Дополнительные льготы малоимущим ветеранам Ветеранам труда потребуется предъявить в ЖЭК или УК перечисленные ниже документы Паспорт РФ со штампом о постоянной регистрации в регионе подачи заявления Пенсионное свидетельство при наличии Справка о признании статуса ветерана труда Квитанция об оплате услуг ЖКХ Если имеются задолженности по оплате коммунальных услуг, можно договориться о реструктуризации долга, и тогда льгота будет предоставлена Размеры льгот для малоимущих по регионам Расчет суммы компенсации за оплату коммунальных услуг рассчитывается следующим образом Вычисляется сумма среднедушевого дохода семьи, если результат оказывается меньше прожиточного минимума, дополнительно рассчитывают поправочный Коэффициент делит средний заработок всей семьи на величину минимального уровня Размеры льгот малоимущим в Москве и Санкт-Петербурге В дополнение к федеральным мерам поддержки семей, малообеспеченным полагаются некоторые региональные выплаты Льготы малообеспеченным москвичам Ежемесячное пособие на несовершеннолетнего, проживающего с одним родителем Малообеспеченным москвичам Проживающего с одним... Несовершеннолетнего... Проживающего... К вечам Младше полутора лет и в возрасте от 3 до 18 лет 2,5 тысячи рублей И от полутора до трех лет 4,5 тысячи рублей Ежемесячное пособие детям военных и пропавших без вести граждан до полутора лет И от 3 до 18 лет 1,9 тысячи рублей И от полутора до трех лет 3,3 тысячи рублей Малообеспеченным москвичным москвичным москвичам Малообеспеченным москвичным москвичам Малообеспеченным москвичным москвичам Малообеспеченным москвичным москвичам Малообеспеченным москвичам Малообеспеченным москвичам Малообеспеченным москвичным москвичам Малообеспеченным москвичам Малообеспеченным москвичам Малообеспеченным москвичам Льготы малообеспеченным жителям Санкт-Петербурга. Куда и когда обращаться за предоставлением льгот? Прежде всего необходимо сходить в местное отделение социальной защиты населения и получить консультацию относительно всех существующих. После этого нужно собрать необходимые для рассмотрения заявки документы и обратиться в УЗ по месту жительства, в Многофункциональный центр, в Центр жилищных субсидий для москвичей. Подавать заявление на предоставление льгот можно с того же месяца, в котором семья получила официальное признание ее малоимущей и нуждающейся в дополнительных мерах государственной помощи. После того, как вы получите одобрение на выделение вам льгот, обратитесь в ЖЭК или УК для того, чтобы оповестить их о необходимости учитывать вашу скидку при следующих коммунальных платежах. Оформление льгот – пошаговая инструкция. Желающие оформить льготы для малообеспеченных семей, должны следовать схеме. Получить статус малоимущей семьи, обратившись в администрацию муниципального образования и предоставив паспорта и справки о доходах членов семьи. Забрать соответствующий документ об особом положении семейства в администрации. Подготовить документы, список которых можно взять в УЗ с региона, сделать копии по необходимости. Написать заявление в одном из ведомств и приложить к нему собранный набор бумаг. Сходить в ЖЭК, ждать решения властей. Требуемый комплект документов для того, чтобы иметь шансы на положительное решение о предоставлении малообеспеченной семье льгот, нужно собрать следующие документы. Заявление, заполненное по образцу, который предоставят в органах. СНЭ, паспорт и копию главной страницы и штампа о регистрации. Справку о составе семьи, получить в ЖЭУ паспортном столе или в администрации поселения, имеет ограниченный срок действия. Свидетельство о заключении брака с ксерокопией. Свидетельство о расторжении брака для доказательства того, что семья неполная, с ксерокопией. Справки из дошкольных, школьных и высших учебных заведений, где обучаются дети. Справка из УЗ другого региона о том, что никто из малоимущей семьи не получал выплат в другом субъекте РФ, в случае, если кто-либо из членов семьи прописан в другом районе. Справки, доказывающие невозможность получения более высокого дохода, медицинские заключения, трудовая книжка и тому подобное. Свидетельство о рождении каждого ребенка с ксерокопией. Справки обо всех денежных поступлениях семьи, пособиях по безработице и любых других выплатах, пенсиях, в том числе по инвалидности, заработных платах, стипендиях, алиментах на детей, вознаграждениях, натуральных доходах, доходах, от продажи недвижимости, прибыли от деятельности ИП. Также понадобится свидетельство обязательного пенсионного страхования. Копия сберегательной книжки. Сроки выплаты пособий после подтверждения статуса малообеспеченной семьи, предъявления всех требуемых документов и подачи заявления, Управление СНЕ будет рассматривать заявку на протяжении 10 дней, после чего отправят обоснованный. Отказ или удовлетворят требования граждан. Выплаты будут зачислены на счет заявителей в том же месяце, в каком они обращались в соцзащиту. Причины отказа в предоставлении льгот. Отказать в льготах на оплату услуг ЖКХ могут, если семья не получила статус малообеспеченной, или заявитель не относится к одной из перечисленных ниже категорий граждан, людям пенсионного возраста с установленной группой инвалидности. Многодетным родителям, у которых старшему ребенку еще не исполнилось 16 лет, 18 если он обучается, гражданам, обеспечивающим трех и более еждивенцев, детям-сиротам, детям, оставшимся без родительского попечения, руководителям. Жилищных комитетов и старшим по многоквартирному дому, почетным донорам России, узникам блокадного Ленинграда, малолетним пленникам концлагерей, труженикам тыла, инвалидам ВОВ, ветеранам труда. Любая категория заявителей может быть лишена права на льготу, если были предоставлены ложные сведения, не была предоставлена информация об изменениях, произошедших в семье, кто-то выписался из квартиры или умер, возросли доходы и т.д. Коммунальные платежи не осуществлялись на протяжении двух месяцев подряд. Пример расчета льготы по коммунальным услугам, малоимущая семья, включает в себя 4 человека, родителей и 2 детей. Суммарный заработок родителей 50 150 рублей. Рассчитаем прожиточный минимум для всей семьи. 2 умножить на 17 561 рубль для трудоспособных, плюс 2 умножить на 13 259 рублей для детей, равно 61 640 рублей. Доход семьи оказался меньше данной суммы. Вычислим поправочный коэффициент. К равно 50 150 61 640, равно 0,8 доля затрат, равно 0,8, умножить на 10% равно 8% нормы площади жилья. Дом поправочный коэффициент. Это равно 50 150 61 640, равно 0,8 доля затрат, равно 0,8... Коммунальный заработок родителей 50 субболинский везде 40 60 см. Коммунальный заработок родителей 50 100 60. 60 умножить на 18 КВМ равно 72 КВМ. Платежи ЖКХ по стандарту равно 72 КВМ. Умножить на 134,7 обычная стоимость на 1 КВМ. ЖКХ равно 9698,44. 4 умножить на 18 КВМ. ММ. Платежи ЖКХ по стандарту. и мы множить ну что тут этот этот 30 30 Максимально допустимый платеж ЖКХ равно 50 150 умножить на 8%, 100% равно 4012 рублей. Сумма льгота равна платежи по стандарту, предельный платеж равно 5686 рублей 40 копеек. Если результат превысил бы сумму платежа ЖКХ по региональному стандарту, компенсация подлежала бы сумма по стандарту. Законодательные акты по теме. Рекомендуется заранее изучить. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года, номер 181 ФЗ, о социальной защите инвалидов в РФ о льготах инвалидам, включая льготы на коммунальные платежи. Федеральный закон от 12 января 1995 года, номер 5, о ветеранах о льготах для ветеранов. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, Н188 ФЗ, о льготах на оплату коммунальных услуг, для некоторых категорий граждан типичные ошибки при оформлении. Ошибка номер 1. Малоимущая семья настаивает на предоставлении субсидии на оплату услуг ЖКХ в большем размере, чем было предложено. Существуют нормативы площади жилья, и площадь свыше нормы оплачивается семьей самостоятельно без компенсации со стороны государства. Нормативные следующие. 33 КВМ на одного жильца, 42 КВМ на двух жильцов, по 18 КВМ на каждого проживающего в квартире, если семья состоит из трех и более человек. Ошибка номер 2. Безработный не стал просить предоставления ему субсидии на оплату коммунальных услуг, поскольку он не был признан малоимущим. Безработные имеют право на скидку по оплате услуг ЖКХ, предоставляемую на полгода, если они предъявят справку о постановке на учет в службе занятости. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер 1. Какая семья не может получить статус малоимущей? Есть ли какие-либо критерии, препятствующие получению данного статуса? Если среднедушевой доход на каждого члена семьи превышает прожиточный минимум, то статус малоимущей семьи получить нельзя? Кроме того, если в семье имеется дееспособный гражданин трудоспособного возраста, который не работает и не состоит на учете в центре занятости, она также не может признаваться малоимущей. Вопрос номер 2. Можно ли получить льготы на оплату услуг ЖКХ, если семья признана малоимущей и имеются все необходимые документы, однако существует задолженность по оплате коммунальных услуг с компаниями, предоставляющими коммунальные услуги населению? Можно заключить договор реструктуризации задолженности по оплате, и тогда можно будет погашать долг небольшими долями. Если соглашение будет заключено, льгота может быть оформлена. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!